Здравствуйте! В эфире Вести Хакасия, в студии Татьяна Донцова, и в этом выпуске вы увидите. Уникальная находка археологов. В Хакасии обнаружены древние окаменелости, которые образовались еще до появления динозавров. Очень рискованное земледелие. Фермеры Аскизского района выращивают элитные культуры в засушливой зоне. От наказания не уплыть. Мужчина, укравший сотовый телефон, пытался скрыться в плавь. Замерзнув, вернулся прямо в руки полиции. Глава республики Виктор Зимин принял участие в съезде Общероссийского народного фронта. Он состоялся в Москве и собрал около полутора тысяч делегатов со всей страны. В числе приглашенных были и главы всех российских регионов. Основными итогами съезда стали официальное утверждение движения, принятие его устава и программных документов, а также избрание лидера Общероссийского народного фронта. По решению собравшихся движение возглавил Владимир Путин, который в 2011 году и выступил инициатором создания народного фронта. В ближайшее время территориальные отделения появятся во всех регионах. Народный фронт станет площадкой для обсуждения самых важных вопросов, которые волнуют жители страны, и для проработки вариантов решений по каждому из них. Жители Красного Камня Багратского района перестали возделывать свои приусадебные участки. Главная причина – отсутствие водопровода. Свой источник имеют всего около 15 дворов. Для большинства собственная скважина – непозволительная роскошь, поэтому люди выбрали привозную воду. Зимой ее требуется немного, летом же объемы потребления возрастают в разы. А это не каждому по карману. Поэтому все чаще в селе появляются заброшенные огороды. С отцу, когда избирался, обещали нам летний водопровод провести. Ничего нам не сделали. Так мы и остались. У нас есть бочка, нам бы трубы купить и брусы, чтобы поставить бочку и провести летний хотя бы водопровод. Хоть не зимний, хоть бы летний провести. Но ничего не сделали. С Абакана приезжали, тоже нам обещали. Только обещают, а в итоге вообще ничего не делают. Не предпринимают никаких мер. Одна из главных социальных проблем в поселке Копьево – отсутствие бани. Об этом нам сообщили люди, которые устали бороться за элементарные удобства. В 21 веке многим, особенно пенсионерам, приходится пользоваться тазиками. При этом приспособленное здание есть и находится в рабочем состоянии. В чем же тогда проблема, выясняла Юлия Константинова. Хотелось бы, чтобы у нас в Копьево работала нормальная баня. Это не просто пожелание, это крик души жителей Копьева, которые борьбу за поселковую баню ведут уже несколько лет. Первый раз этот некогда мощный двухэтажный кирпичный банно-прачечный комбинат закрылся в 2007-м. Здание признали аварийным. Тогда под давлением общественности местные власти с трудом, но все же нашли средства на ремонт. Потом дефицит поселкового бюджета, которому не по карману оплачивать телесную чистоту населения, стал причиной возникновения банной проблемы. Чтобы вновь заработал помывочный сегмент рынка, понадобилось вмешательство прокуратуры. Всего пять месяцев работы и дверь вновь на замке. У меня свой дом, я живу здесь недалеко, но я живу одна. У меня нет бани и у меня нет воды в доме. Но извините меня, без бани в тазиках нам в наше время. Это же ура, просто ура. В таком положении десятки пенсионеров, которые не в состоянии содержать, протапливать старые бани, даже если не построены на участках. Раньше, после войны, работали в нашем поселке две бани три раза в неделю. Был такой трудный момент, трудные годы. А сейчас такой прогресс. Баня не работает, такой поселок. Что у нас, меньше людей и левшей не будет? Будет. Эпидемии не будет? Будет. Но мы хотим этого. Возможно, так устраивает наше начальство. Ответ начальства на постоянные просьбы жителей решить банную проблему, если перефразировать, звучит примерно так. Идите в баню. Затраты на содержание не окупаются. Накапливаются долги. Это и весной перед энергетиками, которые отключили электричество еще в апреле. Если финансовое состояние предприятия и самого бюджета поселкового совета будет позволять, то из 5, наверное, откроют. Потому что переплорофилировать это здание, как мы хотели, тоже требует больших затрат. А бросать его просто так на произвол судьбы в течение года – это тоже нельзя. Просто разграбится здание, а мы в него уже и крышу перестелили, и стены отремонтировали, много чего вложили. Ну, будет просто несправедливо бросать это здание. В конечном итоге баню в Копьево вновь придется открыть. Либо по требованию прокуратуры, либо по распоряжению республиканских властей, к которым местные жители написали обращение, собрали подписи и теперь ждут ответа. Юлия Константинова, Владислав Пустовой, 2 стиха ГАСЕ. Курьезный случай произошел накануне в Абакане. Молодой человек гулял по набережной вместе со своей девушкой в районе речвокзала. Парень снял ветровку и положил ее на бетонное ограждение. Сверху он оставил сотовый телефон и пачку сигарет. Проходящий мимо мужчина, воспользовавшись тем, что пара отвлеклась, схватил телефон и сигареты и попытался уйти, но был замечен. Убегая, грабитель перепрыгнул в бетонное ограждение и направился к воде. Спастись от преследования, он намеревался вплавь. Через несколько метров мужчина выбрался на отмель. В это время на берегу уже вызвали полицию. Замерзнув, 52-летний грабитель решил сдаться и вернулся обратно вплавь. При этом люди с берега подсказывали ему, в каком направлении плыть. На месте он был задержан. Однако изъять похищенный телефон не удалось. Сотовый был потерян во время заплыва. В настоящий момент проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские разыскивают мошенников, которые занимались так называемой «ломкой денег». Преступник приходит в магазин и просит разменять ему крупную банкноту более мелкими или наоборот. При пересчете одну из купюр он незаметно оставляет у себя. Такой фокус трое мужчин проделали в трех магазинах Абакана. Общий ущерб предпринимателям составил 65 тысяч рублей. Все трое мошенников имеют кавказскую внешность. Двоим на вид около 35 лет, одному за 50. Сотрудники полиции обращаются ко всем, кому что-либо известно об этих людях, позвонить по телефону, который сейчас на экране. Также в УВД города рассчитывают на помощь водителей, проезжавших 10 июня около 6 часов вечера по улице Павших коммунаров. Кто-то мог видеть автомобиль, на котором передвигались предполагаемые преступники. Марка машины уже установлена, но в интересах следствия не разглашается. Конфиденциальность гарантируется. Хакасия – уникальное место с точки зрения археологии. Это еще раз доказали сотрудники заповедника Хакаский. На днях они вернулись из экспедиции. Результат оказался ошеломляющим. Специалисты заповедника совместно с представителями Хакаского госуниверситета побывали на горе Уитак. Там были обнаружены древние окаменелости, происхождение которых относят ко временам Палеозойской эры, когда на земле еще не было динозавров. Несколько камней песчаника откололись от горного массива Уитак в результате выветривания. Это были бы обычные камни, если бы не следы древних деревьев, которые отпечатались 400 миллионов лет назад. Как считают специалисты, стволы и ветви были надежно укрыты от доступа кислорода, поэтому так хорошо сохранились. По предварительным заключениям, на камнях отпечатались следы нескольких видов ископаемых растений. Один из них удалось идентифицировать. Когда мы стали все-таки исследовать, что же это за растения, и какие там отпечатки находятся, отпечатки каких растений конкретно там изображены, то пришли к выводу, что, возможно, это липидодендроны, имеющие отношение к плавновидным. Для фермеров Аскейского района – посевное время экспериментов. Буквально каждое лето им приходится преодолевать немало трудностей. Эта территория республики, пожалуй, самая рискованная в плане земледелия. Однако местные аграрии не только не бросают поля, но и выращивают на них элитные семена для себя и других хозяйств. В хозяйстве овцевод побывала Елена Крылова. Прежде чем собрать урожай, здесь надо собрать камни. На землях хозяйства овцевод их в изобилии. Еще здесь много солнца, а вот дождь с конца зимы был только один раз. И то, говорят, повезло. Я не ошибусь, если скажу, что это самая тяжелая территория в республике Хакасия. Это вот мы, болганы и весенний совхоз про него может знать, но там сейчас не сеет ничего. У нас не надо даже заглядывать. Низкое содержание азота, низкое содержание фосфора и низкое среднее калия. Фермеры делают ставку на те культуры, которые идут на корм скоту. Это кукуруза, донник и другие. В следующем году посеют пшеницу. При этом задачи себе ставят амбициозные. Вырастить практически в пустыне семена для всей республики. При этом только элиту. Сначала надо поверить самому, потом заразить всех, а уже потом и результаты. Если не будет этой заразы, то результата не будет. Мы верим, что будет результат. На одном энтузиазме далеко не уедешь. Хорошо бы еще удобрения. Сейчас они дорогие, здесь нужно много. Поэтому овцевод – единственное хозяйство в Хакасии, которое использует систему биологического земледелия. Это когда землю обогащают посредством других многолетних трав. На этом поле ведется посев рапса с подсевом многолетних трав – эспорцет. Здесь удобрения азофоска 15, 15 и 15, азот, фосфор, калий. А в том ящике – эспорцет. То есть мы сразу выполняем три операции. Кстати, рапс – это новинка. В Хакасии его пока не сеет никто. Он не прихотлив, а для скота – отличный корм. Если мы на этой территории результат получим, то это можно практику применять везде. Значит, и победа полная. Хозяйство овцевод – это опора для одноименного поселка в Аскийском районе. Сейчас здесь работают 150 человек, а в советское время было 700. Так что план фермеров – вернуть былой размах. Елена Крылова, Антон Михайлов, Вести, Хакасия. Благотворительный концерт в помощь больной девушке организовали в Устебакане. Таким образом, юные артисты решили поддержать свою сверстницу в трудную минуту. Диагноз «мейлоидный лейкоз» 17-летней Маши Андреевой поставили осенью прошлого года. Девушка даже не смогла приехать на концерт. Буквально накануне она перенесла 4 курса химиотерапии в Красноярске. И сегодня организм борется с грибком в легких. Для лечения необходим препарат, который не входит в перечень нелеготного обеспечения. Дело в том, что его заменители токсичны. Цена вопроса – 600 тысяч рублей. Пока собрана треть суммы. Откликнулся фонд «Подари жизнь». Свой вклад внесли руководители управления, предприниматели, представители общественных организаций и депутатского корпуса. А также все те, кто пришел на благотворительный концерт в Устебакане. Хотя сама девочка проживает не в этом населенном пункте. Мы узнали о том, что требуется такая помощь девочке с Устебакана и решили не оставаться в стороне. Мы надеемся на то, что когда, если не дай бог, такая ситуация сложится, острая, неотложенная помощь понадобится медицинская для ребенка с Устебаканского района, то города и районы Хакасии не останутся в стороне. Добавим, что на благотворительном концерте удалось собрать более 35 тысяч рублей. Накануне в стране отметили главный государственный праздник. В Хакасии наиболее масштабные торжества в честь Дня России состоялись в столице республики. В Абакане работали сразу несколько сценических площадок. Рассказывает Наталья Гормашова. Официально старт празднику в Абакане был дан в 10 часов, однако к этому времени проснулись немногие. В числе жаворонков – любители здорового образа жизни. Спортсмены собрались в парке культуры и отдыха, чтобы принять участие в легкоатлетическом забеге. На старте и опытные атлеты, и малыши. Для каждой группы своя дистанция – от двух до трех с половиной километров. Трехлетний Миша с папой финишируют одним из последних. Однако для малыша это хороший результат. Юный бегун преодолел всю дистанцию. Сказывается опыт тренировок. Скажи, как бежал с папой? Хорошо. Хорошо? Тяжело было бежать? Да. Устал? Ага. Ну, мы когда начинали, значит, по много раз переходили на шаг. Теперь он, ну, бежит. Может бежать, я же чувствую, как родитель. Через час легкоатлетов на старте сменяют велосипедисты. Малышей ждет 200 метров, а тем, кто постарше, нужно крутить педали метров 600. Победа ждет самого быстрого спортсмена. На площадке перед спорткомплексом тоже на скорость соревнуются семейные команды. Музыка, праздничное настроение. У малышей свое веселье. На игровых площадках они здесь же перед зданием правительства. Попрыгал на батутах – самое время отдохнуть. Можно поесть мороженого, а можно поучаствовать в литературной викторине. Вопросы, например, такого типа – кто был первым президентом России, на какой срок избирается президент. И даже на довольно сложные вопросы, например, такие – какие атрибуты президентской власти есть у нас в стране. На вопросы многие отвечают уверенно, но вот об истории национальных символов и самого праздника знают далеко не все. Напомним, официально День России появился в календаре ДАТ в 93-м прошлого столетия. Изначально именовался днем принятия декларации о государственном суверенитете России. Позже сам народ дал более простое имя – День независимости. В начале 2000-х было принято решение считать Красный день календаря просто Днем России. Но каким бы ни было название праздника, главным остается одно – гордость за свою страну. Я думаю, что праздник нужен. Это лишний повод встретиться, лишний повод поддержать друг друга и убедиться в том, что Россия – великая страна, великая держава, и мы счастливы, что мы в ней живем. Замечательный праздник, объединение чувствуешь, чувство радости, конечно, нужен. Я думаю, что лишний раз люди должны не то что вспомнить, а прочувствовать, в какой они большой, великой, могучей на самом деле стране живут. Наталья Громашова, Антон Новожилов, Вести Хакасия. Своеобразно отметили День России сотрудники Аскизской районной администрации. Практически все работники вышли на субботник по благоустройству территории. Подобные субботники стали традицией и проводятся уже около 10 лет. За каждым управлением или отделом закреплена своя территория. Пусть небольшая, но тщательно оберегаемая. Здесь высаживают не только цветы, но и деревья. Некоторые уже заметно подросли. Цветы предоставляет цветовод-любитель Антонина Челтыгмашева, которая также работает в администрации. Каждая пассажная клумба участвует в районном конкурсе. Независимо от форм собственности, все организации, индивидуальные застройщики или домовладения. И вот в этой номинации, значит, подводят итоги первый раз, значит, поселение сами. Они нам представляют оформленные альбомы красиво-красочные на каждого владельца. С описанием, со стихами, с фотографиями. Потом комиссия района это рассматривает. Сегодня принимали поздравления медики. В канун профессионального праздника лучших представителей отрасли отметили наградами и благодарственными письмами. На торжестве побывал Виктор Лушников. Позитивные изменения в медицинской отрасли Хакасии очевидны даже самым ярым критикам здравоохранения. В отрасль стали поступать значительные средства на реконструкцию зданий и приобретение современного оборудования. У медиков выросли зарплаты. Но, пожалуй, самые объективные показатели дает статистика. Третий год в республике людей рождается больше, чем умирает. И второй год подряд Хакасии удается держать показатель младенческой смертности меньше 10 случаев на тысячу новорожденных. Добиться большего, по мнению специалистов, не позволял дефицит врачей. Но и здесь наметились подвижки. В 2007 году у нас естественная уболь по здравоохранению была 37 врачей. В прошлом году прибыло 76. В этом году ожидаемое число 97. То есть выделяется жилье как на селе, так и приобретается в городе Абакане. В городах Черногорске есть служебное жилье, которое потом будет переходить в собственность для высококвалифицированных врачей. На сегодняшний день разрабатывается ипотечное кредитование. В целом бюджет отрасли в этом году приближается к 7 миллиардам рублей. Два из них удалось привлечь по различным федеральным программам. В частности, в Черногорском противотуберкулезном диспансере удалось полностью заменить систему вентиляции и отопления. Обновлено диагностическое оборудование. Диспансер признан лучшей медицинской организацией года в республике. А его руководитель Нина Камаева награждена почетным званием заслуженный врач республики Хакасия. Около 40 лет я отдала медицине. Я работала и в терапии, и работала много лет, работаю уже в аптезиатрии. Сложных ситуаций было достаточно много. Но благодаря нашим знаниям, нашим умениям, медицинским работникам, мы сохраняли людям здоровье. Награды и благодарственные письма получили более 50 специалистов. Но самый щедрый подарок преподнес фонд обязательного медстрахования. Лучшим больницам выделили средства на премирование коллектива. Например, республиканской больнице 5 миллионов рублей, а скисской ЦРБ 3 миллиона. Почти столько же распределят среди персонала Абаканской поликлиники. Виктор Лушников, Алексей Голубев, Вести Хакасия. Это вся информация на сегодня. Напоминаю, телефон редакции Вести Хакасия 22-72-82. Я желаю вам приятного вечера и до встречи в эфире.